О том, почему Господь на Иисус Христос на кресте молился Господу Отцу Своему, что пронеси мимо меня эту чашу, и почему Иуда оказался неоправданным, хотя он и покаялся. Это два разных вопроса, хотя задал один человек, но я попытаюсь в одном ответе изложить то, что на этот счёт думаю. И могу вам сказать следующее, что вот когда человек находится в мучениях, у него личность может не только раздваиваться, но и ещё больше иметь всевозможных пластов психологических, других, лишь бы уйти в спасение. И когда сейчас вот у меня есть один знакомый, который в архивах там КГБшных читает и много читал этих всех дел и всё остальное, и мы с ним обсуждали, что можно удивляться иногда, насколько личность, которая до начала, например, была его мучением, ну, допыток так, и личность, которая в конце пыток, насколько они разные. То есть умудрялись те, кто теперь у нас считается невинным и всё остальное, значит, такое в конце говорит на себя, на друзей, на окружающих. И прежде всего самые-то стойкие личности себя во всём признавали виноватым, до нескольких разведок и до нескольких этих, а потому что они были поставлены в ситуацию такой опасности, и окружение всех, кто их окружал, поставлено тоже в такую опасность, что ради спасения всех ближних, детей, а вы знаете, как и детей брали, и жёны, и всех остальных, они готовы были предстать другой личностью, которая может страдать и желать отхождения от него этих мучений, чтобы они его не постигли. Вот в данном случае для меня это просто удивительный, замечательный момент в этой жизни Христа, где, если мы с вами и сомневались, что Бог существует в человеке, и это воплощённый Бог, Иисус Христос, это воплощённое Бога Слово, то вот в этот момент у меня абсолютно все, например, отпадают сомнение, что он был воплощён в человеке, и что человеческая суть, которая была в Христе, даже вот в последний момент присутствовала и вела себя по-человечески. И вот это-то соединение Бога-человека в Христе, оно удивительно, если мы его видим, что оно происходит во время жизни Христа в каких-то формах поведения, где он плачет об Лазаре, где он вдруг пожалел блудницу, где он женщину-саддукейку, которая не должен был с ней, значит, разговаривает, разговаривает ещё и рассказывает о том, что за веру принёс, как он прикасается к прокажённым, за что, в принципе, его должны были сразу забить камнями, или такие законы были, или оставить с этими прокажёнными. После того, как он их, значит, исцелил, он должен был дальше ходить с ними по тем законам. Или слепых, или этого лежащего, это всё такая человеческая суть, которая в Христе присутствует, и которая многих смущает и заставляет думать, что, в принципе, никакого Бога в нём и не было. Но мы видим обратную сторону всего этого процесса, как у этого человека тысячами вылечиваются, как у этого человека хлеба, пять хлебов и несколько рыб хватает на тысячи людей, и так далее. Мы видим всё это. Мы видим две сущности человеческие, божественные, в Господе Иисусе Христе, и на кресте мы видим это страдание человеческой личности, которое естественно совершенно. Естественно. То есть человек должен был так себя повести. Если бы мы увидели, на мой взгляд, вот абсолютно его распятие, и он бы, как Бог, висел, улыбаясь, и говорил, ну что вы тут можете со мной делать, и какая, значит, мне от этого не больно, не страшно, ничего, я же Бог, мы бы так и не любили Христа, и не верили бы в Христа, потому что всё сразу бы уходило из Его личности, что может относиться к нам, и в чём наше подобие с Христом. Сразу бы всё ушло. И поэтому я-то понимаю так, что вот в момент смерти тело, тело, оно умирало. У тела действительно было отхождение самого Бога из тела, то есть души. Мы же знаем, что тело три дня мёртвое лежало, и в это время душа, или дух Божий сходил в ад, освобождался, то есть дух оставался жив, а потом и тело воскресло, когда он вернулся. Но в момент вот этого выхода души от тела, то тело и осознало свою немощь, и тело таким образом взывало к Отцу, к душе своей или к духу, который в нём. Это вообще удивительно, и что мы вот в этом и можем увидеть, что Бог-то внутри нас. Он там живёт, и вот пока он живёт, нам хорошо, мы можем не мучиться, а как он отходит, так начинаешь взывать, что не оставь меня, не оставляй меня. Это тело взывало к душе, к духу, чтобы не оставлял, не оставлял. Оно боялось. Как и наше, любое тело боится, а душа у тех, у кого вот она крепкая и верная, она не боится. Вот такая, значит, мой ответ. Но при чём тут Иуда? А здесь вся очень простая вещь, почему он не оправдал. Он пошёл против Духа. А у нас сказано, что кто против Духа грешит, тот не прощается тому грехи. Это Господь будет с такими разбираться на страшном суде, что там с ними сделать. А людям уже не полагается, в том числе даже священству, не очень полагается, когда идут против Духа, прощать. Нет, любой священник, если придёт к нему и скажет, вот я это, я ругал Бога, я ругал Духа Святого, вот такое это, я не верил в них, а не верить это тоже ругай. Вот. Иуда не поверил в божественную суть Христа. Он решил, что это человек, который может творить чудеса, то есть типа колдуном его что ли воспринял, или каким-то волхвом, или магом, или ещё что-то. И по-разному его рассматривают все. Есть интересное рассуждение Лескова про Иуду. Вот. Ну, в общем-то, такая точка зрения есть, что он таким образом, предавая Христа, хотел усилить его действия, то есть поставив его вот в такое неприемлемое, в тяжёлое положение, где тебя уже арестуют, заставить его разрушить всё это царство этих римлян и этих фарисеев, саддукеев, то есть таким... Есть такая точка зрения. Но моя точка зрения, что он не поверил всё-таки в божественную сущность Христа. Слишком он близко к нему прикоснулся и ему показало, что что-то тут не так. Что он это... Ну, причём, конечно, есть и другая точка зрения, что это было предсказано, то есть он, наоборот, выполнил то, что Господь ему велел, когда в тайной вечере они укунули, дал ему кусочек хлеба и сказал, «Давай, выполняй, что тебе положено». Вот что некоторые считают, что это Христос ему так приказал. Но я всё равно склоняюсь к тому, что всё равно оказалось, что он не поверил в Господа, потому что если бы он до конца верил Христу и что это, он бы верил, что он воскреснет через три дня, он бы не стал вешаться. Выполнил всё, сделал, и он бы стал ждать, когда Христос воскреснет. А он не поверил. Не поверил. Он решил, что да, он предал человека, человек оказался немощный, человек оказался не способный никого победить, и в этом отчаянии он, значит, и погибает. КОНЕЦ